добрый день друзья мои меня зовут ирина и вы на моем канале спицы крючок и фантазии сегодня мы с вами будем вязать вот такой кардиган расскажу о кардигане значит вяжется он регланом сверху абсолютно он бесшовный набор петель ведется по значит со вспомогательной нитью для того чтобы оставались открытые петли значит ворота далее вяжется вывязывается реглан вот по спиночке вывязывается азиатский росток величиной 2 сантиметра то есть спинка длиннее переда на 2 сантиметра затем вяжется отдельно тело кардиган и вывязывается вот такой красивый ажур ажурный низ такой дальше когда мы заканчиваем здесь вывязывается естественно планка для пуговиц затем мы вяжем рукава можно вязать методом magic loop можно просто на чулочных спицах рукава значит вывязываем по кругу делаю убавки вдоль средней линии рукава заканчивается манжетом который связан резинкой и значит с эластичным закрытием края далее мы вяжем капюшон отдельно и значит выполняем полностью формирование макушки убавки затылочной части и затем значит набираем петли по низу капюшона и а значит с помощью трикотажный трикотажного шва петля в петлю мы соединяем кофточку с капюшоном вот а затем вывязываются вот эти вот завязочки что нам понадобится для вязания нашей кофточки или нашего кардигана значит пряжа у меня это я над джинс я взял в две нити здесь 55 процентов хлопка 45 процентов полиакрила цвет у меня 62 это белый и метраж 50 граммов 160 метров повторюсь вязала в две нити значит резинки я вязала спицами три его четыре с половиной вот кольцевыми рукава вязала значит чулочными спицами основную полотну спицами номер пять значит понадобится кольцевые спицы с диаметром лески восемьдесят сантиметров четыре с половиной и 5 и значит чулочные спицы тоже четыре с половиной для вязания резинки на рукавах и 5 вязание самих рукавов конечно ножницы крючок сантиметровая лента маркеры 10 маркеров счетчик рядов и игла значит широким ушком кроме того я использую еще дополнительную нить в самом начале я набирала на вспомогательную дополнительную нить лучше контрастного цвета мои расчеты значит я вижу на возраст 69 месяцев обхват шеи мне 23 сантиметра плюс два сантиметра я добавил на свободное облегание обхват груди 51 обхват талии 50 обхват бедер вот эта величина меня волнует значит я добавила плюс 8 сантиметров на свободное облегание то есть у меня вот если я по спинке буду мерить ширину она должна быть 30 сантиметров а в целом обхват будет 60 сантиметров длина спинки 19 сантиметров длина рукава 23 и моя плотность это две петли 3 рядов в одном квадратном сантиметре значит я набрала всего у меня было 50 петель вот и а значит я распределила таким образом значит 5 петель у меня пойдут вернее значит по одной петли у меня пойдет на рекламные линии по 6 петель у меня пойдет на рукава 12 петель у меня будет спиночка и по 6 петель полочки и плюс еще по 5 петель это будет планка сделайте screen росток значит росток я вывязываю азиатский что это значит я удлиняю спинку на два сантиметра вот и это и будет у меня азиатский росток за счет чего у меня в общем то и будет хорошее облегание кофточки спицы номер четыре с половиной я набрала бросовой нитью 40 петель и сейчас я присоединяю значит основную нить который буду вязать и провязываю все петли первую петлю тоже так 1 лицевой провязываю и следующую провязываю лицевой изнаночная лицевая изнаночная я вижу так до конца ряда последнюю петлю я провяжу изнаночной петлей вязала 40 петель значит резинка один на один значит и сейчас я прибавлю здесь 5 петель воздушных 2 3 4 5 они мне нужны для того чтобы я вывязывала потом значит планку и здесь я тоже сделаю прибавку но я не набирала их на дополнительную нить почему потому что значит вот здесь мне нужны открытые петли а в области планок мне не нужны открытые петли значит смотрите поворачиваю 1 у нас будет кромочная мою снимем и смотрим какие значит петли у нас здесь есть так вот это лицевая это изнаночная лицевая изнаночная лицевая начинаем когда мы значит 55 1 снимаем и остальные 4 я вижу платочной вязкой да то есть везде я буду вязать их лицевыми так 4 я сразу вешаю маркер здесь для того чтобы просто мне чтобы не путаться так я вешаю маркер который отделяет планку от значит основного резинки так и здесь смотрю изнаночная изнаночная петля лицевая вяжу по узору до конца ряда над изнаночными петлями я вижу изнаночными над лицевыми я вижу лицевые вяжу до конца ряда зал до конца ряда и здесь я тоже делаю 5 воздушных петель 345 поворачиваю вязание и начинаю вязать здесь тоже будет планка и она тоже будет вязаться платочной вязкой первую петлю я могу снять остальные провязывали лицевыми кто-то надо петлю изнаночной будет вязать дальше мы идем по рисунку значит вот у нас начало ряда где белая нить я провязываю этот ряд и следующий ряд и затем я покажу как мы будем делать петлю для пуговицы у меня кофточка на девочку я буду делать с левой стороны вот здесь я буду делать петлю но не в этом ряду значит вяжем этот ряд до конца следующий изнаночный ряд и еще один лицевой и встретимся вот здесь смотрите я провисала получается значит вот мне нужно петлю делать вот с этой стороны для девочки если вы для мальчика значит вам с этой стороны значит смотрите хвостик где да я провязала лицевой ряд и вот здесь я буду делать петлю в изнаночном ряду потому что в изнаночном петли получается более аккуратными кромочную я снимаю затем у меня идет лицевая затем идет накид и 2 вместе с наклоном влево я их вот так вот переодеваю и вот так вот у меня петля следующему ряду лицевом я провяжу лицевой здесь продолжаю вязать дальше так мы будем делать петли у меня их будет 5 петель значит я провязываю еще два ряда значит этот я вижу до конца и следующий вяжу до петли покажу как ее провязать я довязываю этот ряд и подхожу к планке вот маркер значит планка на которой мне нужно провязать вот накид я провязываю лицевым такая хорошая аккуратная будет петелька для пуговицы вот она все значит вижу изнаночный ряд и встретимся здесь будем уже значит начинать вывязывать реглан так я перехожу на кольцевые спицы номер пять и вы видите я уже развесила маркеры соответствии вот с этой схемой значит смотрите на спица номер пять начинаю 5 петель у меня идет планка платочной вязкой маркер перекидываю дальше 6 петель у меня идет лицевой глазе это будет у меня полочка три четыре пять шесть теперь мне нужно сделать прибавку реглана значит я поднимаю нить вот таким образом и одеваю ее и провязываю за переднюю стенку прибавку дальше маркер перекидываю лицевая это будет регланная линия дальше маркер перекидываю одеваю вот таким образом нить протяжку и провязываю за заднюю стенку это будет у меня прибавка к регланной линии дальше я вяжу 6 петель рукава 1 2 3 4 5 6 значит вот я вот сейчас здесь мне нужно сделать опять перед регланной линии прибавку я поднимаю протяжку и провязываю за переднюю стенку маркер перекидываю регланная линия маркер перекидываю протяжку одеваю вот таким образом и провязываю за заднюю стенку дальше мне идут 12 петель спинки 1 2 3 4 5 лицевой гладью вяжу 6 7 8 9 10 11 12 дальше я делаю перед регланной линии опять одеваю петлю вернее протяжку таким образом и провязываю за переднюю стенку дальше маркер перекидываю это регланная линия лицевой петлей маркер перекидываю протяжку поднимаю вот таким образом провязываю за заднюю стенку дальше у меня идет 6 петель рукава 1 2 3 4 5 6 петель провязала теперь а значит перед регланной линии одеваю 5 протяжку провязываю за переднюю стенку таким образом дальше маркер перекидываю регланную линию лицевой маркер перекидываю одеваю протяжку вот таким образом и провязываю лицевой петлей за заднюю стенку ой туго вот так так дальше у меня идут 6 петель лицевой глади это полочка 2 3 4 5 6 значит здесь никакие прибавки не делаю у меня здесь идет маркер который отделяет планку 5 петель планки которые я вижу платочной вязкой все значит следующий ряд у нас изнаночной мы все провязываем по рисунку то есть платочную вязку мы сейчас сейчас я покажу да здесь платочной вязкой планки остальное все провязываем изнаночными петлями так изнаночный ряд я провязываю указываю планка лицевыми петлями платочной вязкой 5 петель так дальше все остальные петли до следующей планки я провязываю изнаночными потому что у меня лицевая гладь с лица дойдет и регланной линии у меня тоже идут лицевыми петлями и так смотрите все сейчас мы будем вязать реглан на высоту значит будем ориентироваться по передней регланной линии где-то 13 сантиметров это я буду да и ширина спинки это определяющая величина у меня должна быть 30 сантиметров вот то что я вот здесь вот заложила да это будет по объемам ребенка значит в каждом лицевом ряду мы будем делать прибавки вяжем самостоятельно так я связала перед у меня здесь длина реглана линии 14 получилось и значит ширина спинки 30 вот то что мне нужно да я здесь ориентировалась на ширину спинки значит сейчас что я делаю вижу перед вяжу рукав уже прибил прибавки вот здесь доля регланных линий не делаю значит вот до этого маркера вижу здесь у нас планка она вяжется лицевыми петлями в ней платочная вяжется вязкой так далее идет петли переда довязываю до регланных линий здесь пока сохраняю вот эти маркеры но прибавки уже не делаю так далее вяжу вот до этого маркера как я довязала до маркера маркер убираю это регланная линия она пойдет у меня тоже спинку значит маркер убираю значит сейчас я буду вязать только спинку поворотными рядами 6 рядов значит спинку вот до этого маркера и обратно 6 рядов вяжем и так я провязала рукав и дошла до спинки сейчас я буду вязать поворотными рядами спинку 6 рядов только спинку от маркера до маркера значит вот эту регланную линию я включаю сюда и вот здесь и главную линию я тоже включу спинку значит вяжем 6 рядов поворотными рядами только спинку вяжем самостоятельно я провязала 6 рядов и 7 потом ряд лицевой я дошла до рукава сейчас мне нужно будет петли рукава снять на дополнительную нить снимаю полностью до значит первого маркера все петли рукава сделаем это самостоятельно так я сняла петли рукава на дополнительную нить сейчас я ее просто завяжу вот таким образом все значит маркер я могу сбрасывать эту петлю это регланная линия провязываю вернее нет значит я делаю две воздушные петли это у меня будет подрез две воздушные петли которые одеваю на правую спицу вот это у меня будет подрез для того чтобы подмышечной области рукавчик не рвался дальше я провязываю все петли переда провязываю по рисунку вяжем этот ряд до конца встретимся в конце ряда все я связала тот ряд и теперь у меня изнаночный ряд я продолжаю вязать по узору то есть планку я вижу платочной вязкой 5 петель маркер переснимаю здесь полностью петли вижу до 2 петель воздушных которые я сделала как подрез и а и и и и и так я подхожу к этим двум петлям воздушным значит вот они у меня так это последняя петля вот у меня одна петля сейчас минутку разберусь все я связала тот ряд и теперь у меня изнаночный ряд я продолжаю вязать по узору то есть планку я вижу платочной вязкой 5 петель маркер переснимаю здесь полностью петли вяжу до 2 петель воздушных которые я сделала как подрез так я подхожу к этим двум петлям воздушным значит вот они у меня так это последняя петля вот у меня одна петля сейчас минутку разберусь одна петля воздушные подрезы я провязываю изнаночной и вторая у меня тоже петля подреза который я провязываю изнаночной петлей никак она меня не схватывает сейчас минутка я чуть-чуть растяну вот она все и провязываю дальше продолжаю вязать петли спинки значит вяжем петли спинки до рукава вот до верни до конца вот спинки значит смотрите дальше я делаю 2 воздушные петли я провязала всю спинку до делаю 2 воздушные петли подреза дальше у меня идут петли рукава их я собираю на дополнительную нить можете на булавку собирать это как вам удобно мне удобнее дополнительно и так я довязала снимаете значит петли рукава на дополнительную нить убираю маркеры значит здесь я сделала 2 воздушные петли для подреза все я начинаю вязать полочку вместе со спинкой маркеры все можно кроме маркеров которые будут обозначать планку можно убирать эти остальные значит я вяжу сейчас полочку значит у меня получилось что я буду сейчас вязать только тело кофточки до рукава у меня остались на дополнительных нитях на вспомогательных нитях значит я буду вязать кофточку еще на высоту 8 сантиметров по кругу поворотными рядами вяжем самостоятельно после разделения на рукава и тело я провязала 7 сантиметров самого тела кофточки сейчас я в лицевом ряду дальше я планирую сделать прибавку значит по низу да и вязать ажурным узором зачем мне прибавка значит у меня вот такая вот такая схема ажурного узора и она кратно 17 у меня не хватает количество петель для кратности поэтому я сейчас в лицевом ряду сделаю прибавку мне нужно прибавить 12 петель значит планки я вижу без изменений на всем протяжении планок до верни ажурного узора планки у меня будут платочной вязкой значит просто в лицевой глади я каждую в каждую девятую петлю буду делать при бабочку так раз два три четыре 5 6 7 8 и в девятую петлю я делаю из нижележащего ряда я делаю прибавку таким образом 2 3 4 5 6 7 8 вот девятая петля значит мне нужно прибавить 12 петель я уже сделала две прибавки вяжем так до конца ряда сделала прибавки теперь у меня 119 петель значит не считая планок да то есть планки я не считаю значит сейчас у меня изнаночный ряд я буду вязать на планке я буду вязать как обычно платочной вязкой значит на время вязание ажурного узора на планках нужно продолжать делать петелки так вот они вот петля вот петля значит надо продолжать делать петли сейчас мы вяжем 5 петель я провязала планки и теперь я буду вязать лицевыми петлями по изнаночной стороне для того чтобы такой не отделение было вот от ажурного узора лицевой глади от ажурного узора отделять будет просто один ряд изнаночных петель вяжем так до конца ряда и так я провязала ряд изнаночных петель вот теперь я значит начинаю вязать узор значит раппорт узора составляет 17 петель в длину и вернее в ширину и четыре ряда высоту значит первые два ряда первый ряд мы вяжем лицевыми петлями и 2 ряд мы вяжем лицевыми петлями да так как у нас поворотные ряды значит это будет как изнаночные петли смотреться следующий третий ряд будет лицевой мы вяжем значит 2 вместе лицевых три раза затем делаем накид и повторяем лицевая накид лицевая накид лицевая накид 5 раз затем вяжем три раза по 2 вместе лицевыми следующий четвертый ряд вяжется изнаночными петлями значит вот это условное обозначение вы можете сделать скан этого узора и сейчас мы будем вязать первые два ряда значит первый ряд мы вяжем лицевыми по лицу второй ряд лицевыми по изнаночной стороне вяжем самостоятельно планки у нас не участвуют в узоре мы их вывязываем также как и раньше платочной вязкой так 3 ряд у нас 2 вместе лицевой 3 раза так значит у нас здесь сначала идет планка мы провязываем платочной вязкой планку 1 2 3 4 так переснимаем теперь значит 2 вместе лицевой 3 раза значит я делаю 2 вместе лицевой 3 раза с наклоном вправо 2 3 затем идет накид и затем лицевая накид 5 раз лицевая накид 1 лицевая накид 2 лицевая накид 3 лицевая 4 лицевая накид 4 лицевая накид 5 затем 3 раза по 2 вместе с наклоном влево для этого я петли вот так переверну 2 вместе дальше да и вместе и 2 вместе все я связал раппорт узора далее мы вяжем повторяется раппорт в ширину вот вяжем до конца ряда зала третий ряд и четвертый ряд я буду вязать все изнаночными петлями кроме планки планку вяжем платочной вязкой все остальное все изнаночными петлями весь ряд это будет четвертый ряд у нас и с пятого ряда узор повторяется с первого ряда вяжем на нужную нам ширину значит вот этой ажурной такой полосочки скажем самостоятельно